МИКРОЭКОНОМИКА Уважаемые студенты, продолжаем изучать предмет микроэкономика, макроэкономика. Сегодня мы с вами рассмотрим вторую тему. Тема сегодняшней лекции – основы теории спроса и предложения. Наша тема состоит из трех частей – спрос и закон спроса, предложение и закон предложения и равновесная цена. И факторы, влияющие на спрос и предложение. Спрос и предложение – очень важные и, можно сказать, очень простые понятия в экономических предметах. И особенно в микроэкономике. Спрос и предложение имеют важные значения не только микро, но и макроуровни. Спрос и предложение изучаются почти во всех экономических предметах. Но микроэкономики являются основой всех следующих наших тем, утверждений, теорий и так далее. Спрос можно определить очень просто. Спрос – это зависимость между количеством товара, который покупатели хотят и могут купить, и ценами на этот товар. Спрос – это часть потребности, обеспеченная денежными средствами, деньгами, и маленькая часть может быть спросом. Величина спроса – это количество товара, услуг, которые покупатели готовы купить в данной цене в определенное время, определенном месте. Например, спрос на картошку можно измерить в килограммах. Спрос на бензин можно определить в литрах. Спрос на компьютеры в количествах и так далее. То есть в натуральных величинах измеряется спрос. Спрос, в первую очередь, зависит, конечно, из цены. Это можно из определения понять. Итак, обратите внимание на этот график. На этом графике мы сейчас даем определение закону спроса. Спрос по-английски будет demand, и quantity demand Q в индексе D – это означает наш спрос. В следующих таблицах, в примерах, спрос будем обозначать как QD. А график буквой D – первая буква английского слова «demand». Итак, как больше цена на этот товар, тем меньше спрос. А наоборот, тем меньше цена, тем больше спрос на этот товар. Итак, первый фактор, зависящий на изменение спроса – это, конечно же, цена. И эта зависимость в виде этого графика будет кривая спроса. Мы будем назвать кривая спроса. И эту зависимость мы будем оформлять как закон спроса. Закон спроса – это по нашему графику величина объема спроса уменьшается по мере увеличения цены на товар. Математически это означает, что между величиной спроса и ценой существует обратная зависимость. Кроме цены, некоторые факторы влияют на изменение спроса. Это, в первую очередь, доход потребителей. Как больше доход потребителей, тем больше будет спрос на этот определенный товар. Вкусы и предпочтения потребителей. Некоторые качественные показатели некоторых товаров и услуг могут привести к росту или снижению спроса на этот товар или услугу. Цена взаимозаменяемых товаров. Некоторые товары могут взаимозаменяться. И цена этого заменяющего товара может влиять на рост или снижение спроса на этот товар. Взаимодополняемые товары. Конечно, почти такая же ситуация в этом факторе. И здесь спрос может снижаться или расти. Количество покупателей данного товара. Как больше покупателей, тем больше спрос на этот товар. Или наоборот, как меньше покупателей, тем меньше будет спрос на этот товар или услугу. Ожидание потребителей. Например, ожидается рост цены на некоторые товары и услугу. И резко повышается спрос на этот товар. И влиянием на этих неценовых факторов, как изображено в графике, в первоначальной точке D0, кривая спроса, может смещаться вверх на точку D1 или вниз на кривую D2. Здесь все эти кривые спроса, и на основе этих неценовых факторов изменяются. Переходим на следующую категорию. Предложение. Предложение – это зависимость между количеством товара, который производители уже или его продавцы хотят и могут продать и ценами на этот товар. Величина предложения – это количество товара, услуг, которые производители готовы продать по данной цене в определенной месте. И так просто можно определить предложение, и это предложение имеет, как сказали в начале лекции, особое значение. Предложение тоже можно изображать в виде графика, и это уже имеет растущий характер. Означается буквой S – это supply, по-английски это предложение. Закон предложения гласит, чем выше при прочих равных условиях цена на товар, тем больше стремление продавцов товара предлагать его на рынке. То есть, как больше будет цена на некоторый товар, предложение будет расти. И по-математическим, можно сказать, имеет пропорциональность между ценой и предложением. Неценовые факторы, конечно, здесь в предложении тоже есть – это цены ресурсов. Если цены ресурсов будут снижаться, то предложение и производство этого продукта будет расти. Уровень технологий, как выше будет технология, тем выше будет объем предложения этого товара. Налоги и субсидии. Посредством некоторых налогов можно снизить или расти объем предложения. Например, налоговые льготы приведут к росту предложений некоторых товаров. Или наоборот, дополнительные налоги могут снизить предложения некоторых товаров или услуг. Ожидание производителей тоже имеет значение при росте предложений. Спрос и предложение, конечно, будут взаимодействовать в рынке. Спрос будет со стороны покупателей, предложение со стороны производителей. И они встречаются на рынке. На этом нашем графике изображена линия предложения и линия спроса, кривая спроса. И они пересекаются в точке Е. И эта точка Е у нас будет в рыночной равновесии. Здесь продавец готов продать по этой цене некоторый объем. И покупатель готов покупать по этой цене этот товар или услугу. И цена в этой точке Е будет равновесная цена. И объем равновесный объем. Обратите внимание, в графике, если будет цена на уровне P1, здесь спрос поменьше и предложение побольше. И получается у нас излишек предложения. А наоборот, если цена будет на уровне P2, будет ожидаться дефицит продукта. Здесь покупателей, желающих покупать много, а желающих продать уже меньше. Дополнительный материал по этой теме можете изучать по этой списке литературы. В основном на русском языке и на английском языке. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. Спасибо.